Самое доброе утро, самый позитивный в стране Европейского Союза, Латвия. Привет, просыпаемся. Сегодня у нас, кстати, отличная погода и есть хорошие новости. Но сначала я хотел бы тебе показать одну фотографию. Итак, на этой фотографии ты видишь труд людей, которые истинные патриоты этой страны. Вот самые настоящие, не те, которые там выставляют себя на всяких видеороликах и кричат, как они любят свою страну, а те люди, которые действительно пашут, как маленькие серые мышки, это те самые люди, которые борются против мусоросжигательного завода. Мы одна из чистейших экологических стран Европейского Союза. И есть два концепта развития этой страны. Я имею в виду Латвию. Первый. Из нее сделают просто гигантскую помойку. То есть на территории Латвии нахерячат миллион мусоросжигательных заводов. И сюда двинется мусор со всей Европы. И здесь его будут сжигать. Вот такой отличный проект. Потому что люди все равно отсюда уезжают. Количество людей здесь мало. А количество лесов здесь большое. Поэтому почему бы здесь не сжигать весь мусор Европейского Союза? А почему бы нет? Неужели кто-то будет против такой замечательной идеи? К тому же на этом мы будем вырабатывать 1% энергии. Представляете? 1%. Он так нам важен для борьбы с агрессором. Чтобы быть независимым от его энергоносителей. Это ирония. Это понятно. Но дело в том, что люди собрались и уже два года не дают построить мусоросжигательный завод. Количество мусоросжигательных заводов много. Сюда устремились и литовские компании, и компании, подконтрольные олигархам Щелла. И что интересно, бороться с этим казалось бы невозможно. Потому что все политики подкуплены. И мы видим, как они голосуют, если в партию немного пожертвовать денег. Но люди встали на защиту своей Латвии. И у них сейчас все получается. Родилась идея. Мы видим, что это успешно. Мы видим, что это единственное, я имею в виду бедревом, которое собралось, общество против борьбы мусоросжигательного завода. Это единственное, что эффективно работает на Латвии. На Латвию. Как по мне, требуется правильное добавление. Все эти олигархи, они рассчитывают на то, что любое протестное движение, оно выдохнется. Ну, сколько ты можешь сопротивляться? Ну, год, ну, два. Ну, семью-то тебе кормить надо. На работу-то ходить надо. Притом, можно отдельных литров, например, подкупить. Почему бы нет? Дать кому-то 50-100 тысяч евро, и он легко откажется от своей идеи. Понимаешь? Или кого-то можно запугать, например, уголовным делом какого-нибудь блогера. Понимаешь? И вот поэтому родилась такая идея на основе бедриба. Это моя личная инициатива, я просто предложение вношу. Ничего-либо я озвучиваю. А почему бы не создать правильный профсоюз Латвии? Вот как обычно это бывает. Правильный профсоюз, когда я, например, символически каждый месяц жертвую, например, там 8-10 евро. И нас там собирается несколько тысяч человек, и мы каждый как членский взнос, как налог оплатим, допустим, 10 евро в месяц. Для чего? Для того, чтобы у нас всегда были деньги на юристов дорогих, квалифицированных. Для того, чтобы у нас всегда были деньги оплатить там какой-то транспорт, поездку, проверку какого-то другого завода, нанять какого-то специалиста, эксперта и так далее. Как по мне, это гениальная идея. То есть хорошо, когда у людей есть энергия, хорошо, когда все это делается за бесплатной, на одной инициативе, так это и должно быть. Но вы должны понимать, что против нас идут структуры, у которых миллиарды, миллиарды, и они нанимают очень дорогих специалистов. Мы их видели уже за этих два года, по-моему, всех, когда собирались, видели, как выглядит аудитория, как они подкупали артистов, дизайнеров, актеров, кого они только не подкупали. И неплохо было бы, если бы в Латвии вот таких бедрей бы организовалось как можно больше. Например, профсоюз строителей, который защищает права строителей, профсоюз пенсионеров, свой. Не то, что государство навязывает нам. Потому что, как я говорил, у нас какая-то иная демократия, которая развивается на платформе тоталитарных режимов. Если бы у нас было, например, вот все пенсионеры скинулись там по 3 евро, и среди пенсионеров же есть тоже юристы грамотные, да, и они бы объединились в свою вот такую же платформу за борьбу своих интересов. Не присягая какой-либо политической партии, не поддерживая площадку какой-либо партии, а просто создать бедребу для борьбы за свои пенсионные права. Вы представляете, какая это была бы Латвия? Это профсоюз швей, профсоюз строителей, профсоюз автосервисов, профсоюз на частной основе, в которыми никак не играет, не связано правительство, с которым никак не сотрудничает ни одна политическая партия. Вот это был бы демократия, вот это было бы развитие, вот это был бы толчок. Потому что тогда бы у нас не было нам этих навязанных сил, знаете, яунвенуты бы, о, сила, или там сасканья, о, сила. А тут было бы, например, много-много-много маленьких, которые боролись бы за свои права тематические. Потому что если ты работник автосервиса, ты знаешь все по шагу о все детали, понимаешь? И тебе легче бороться за свои права, и у тебя действительно есть запросы нашего общества. Вот как по мне, это прикольная штука. И вот то, что делают ребята, низкий поклон всем тем, кто борется против мусоросжигательного завода ради нашей прекрасной Латвии. И я, наверное, еще 10 тысяч раз был делать такие ролики для того, чтобы показать, ребята, вот это единственный путь развития Латвии. У нас не будет, к сожалению, другого пути. Если ты хочешь развивать свою территорию и бороться против олигархов, против глобалистов, вот он, единственный путь. И он действенный. Почему он действенный? Смотри, такая платформа, как Ребалтика. А знаете, чем они занимаются? Они делают для нас простых фильмы о расколе общества. Они собираются в кафе и обсуждают, как влияет то или то. Это все кто-то оплачивает. И если они работают над нашими умами, значит, маленького человека в массе боятся любые олигархи и боятся любые глобалисты. Поэтому у меня родилась идея, я ее закидываю, начинаем ее обсуждать, что если этот бы труд был оплачен, он бы был гораздо эффективен. То есть, чтобы в Бедрибе был членский взнос на каждого человека. Пускай он даже будет символически в 1 евро. Но если в 1 евро будет у тебя 10-50 тысяч подписчиков, это уже большие деньги. И это независимость, по-настоящему независимость, которая нам очень всем сейчас необходима. Потому что Латвия начала развиваться по какому-то другому пути. И мы все-таки за основу, как мне видится, взяли этот элитаризм, а не демократию. И никто с этого пути сворачивать не будет, потому что у нас создана нами навязанная концепция общественной безопасности, которая не является запросом общества. И нам нужно придумать свою альтернативу. Однако всем остальным по традиции напомню, ребята, не просрите нахрен это лето. Это самое замечательное лето. И в Латвии летом настолько хорошо. Это лучшее лето, чтобы вы понимали, в Европе. Потому что если посмотреть сейчас на Испанию, Португалию, а я в этих странах тоже живу, 53 градуса жары. Оно нам надо. Латвия самая позитивная страна Европейского Союза. Всем добра и позитива. Продолжение следует...